Глава региона ответил на многочисленные вопросы журналистов. На Рьенмаре для представителей региональных и федеральных СМИ прошла первая пресс-конференция Юрия Бездудного в статусе избранного губернатора Ненецкого округа. В пресс-конференции главы Ненецкого округа приняли участие представители телеканала «Север» и радио «Север-ФМ», журналисты телеканала «Россия-1» на Рьенмар, окружной газеты «Нарьяна Вендер» и информационного агентства «Нао-24», журналы «Высокий возраст» и газеты «Заполярный вестник». В режиме видеоконференц-связи свои вопросы Юрию Бездудному смогли задать журналисты федеральных информационных агентств «ТАСС», «Интерфакс» и «Реа-Новости», а также российской газеты. Всем интересно, какие первоочередные задачи вы собираетесь решать на вашем посту? Будут ли приняты какие-то кадровые решения и каким-то образом будет ли проводиться реструктуризация управлений и департаментов? Основная задача, которую я вижу перед собой, это развитие нашего округа. И поскольку она такая глобальная, то хотелось бы немножко конкретики. Что же за этим стоит? А за этим стоит, прежде всего, повышение качества жизни жителей нашего округа. Как это сделать? Строить детские сады и школы, инфраструктуру. То есть все те задачи, которые были, есть и, скорее всего, будут. Но в условиях такого достаточно жесткого бюджетного дефицита решать эти задачи вдвойне сложнее, чем когда бюджет был наполненный. Это такие совершенно очевидные вещи. Что касается, вот вы, если заметили, эту первую свою встречу в качестве губернатора я провел с ассоциацией ЕСАВЭЙ. И для меня чрезвычайно важно, что все эти задачи, которые я перечислил чуть выше, они будут решаться обязательно с сохранением национальных традиций, национального языка и все, что связано с титульной нацией. Поэтому вот на этой встрече мы много вопросов обсуждали со старейшинами и были определенные наказы, пожелания. Я очень надеюсь, что все то, о чем мы разговаривали на этой встрече, обязательно будет реализовано. Теперь, что касается управления и структуры. Коллеги, ну совершенно понятно, что и управление, и структура, они под те задачи, которые предстоит выполнять. И, скорее всего, структура претерпит какие-то изменения. Но речь не идет о какой-то революции, что завтра начнется какая-то перетрубация, начнутся изменения в департаментах. Отнюдь. Речь идет о том, не о революции, а о эволюции. То есть, да, будут происходить какие-то изменения, но эти изменения будут исключительно под те задачи, которые мы вместе будем решать. Полную версию пресс-конференции губернатора Неницкого округа мы покажем в эфире телеканала «Север» уже 24 сентября. О времени выхода программы в эфир сообщим дополнительно. Следите за нашими новостями в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Антон Водряков и Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». «Север» ВКонтакте.